Ученики специализированных секций Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко Из года в год в геометрической прогрессии растет количество участников всероссийского проекта мини-футболных школ. В этом году их полтора миллиона. На поле универсального спорткомплекса Подмосковья проходит финальный матч. За победу борются команды из Северной Осетии и Воронежской области. В этом году к проекту присоединились тысячи школ по всей России. Однако до финала дошли лучшие. За призовые места боролись 96 команд. Среди них ребята из Щелковской школы номер 4. В этот раз призерами не стали, но в финал вышли и показали себя достойно. Наши ребята, я считаю, показали себя замечательно. Мы всегда ждем этого финала с большой радостью, с нетерпением. Мы видим, как из года в год увеличится количество детей, которые принимают участие. Как сегодня вы видели, было отмечено, что порядка 10 тысяч школ практически со всех субъектов Российской Федерации участвуют в этом проекте. География проекта действительно масштабная. Достаточно сказать, что финальная игра прошла между командами девочек из Хабаровска и Анапы. Сибирячки уже третий год штурмуют финал соревнований. В этот раз им удалось завоевать чемпионский титул. Защитник команды Анастасия Пашкова признается, для нее это не просто игра. При первой же возможности пойдет дальше в профессиональный мини-футбол. Мечтаю попасть в ворную Россию. У меня знакомая в юношеской играет. Хочу достичь ее успехов. Если мы едины, мы непобедимы. Тем временем сборная России по мини-футболу действительно подает пример начинающим спортсменам. Не так давно команда стала серебряным призером чемпионата мира. После финала проекта мини-футбол в школу ребят приветствовали и награждали лично чемпионы. Я считаю, что подобные финалы именно нужно вот так это читать, когда профессиональные футболисты, достигшие большого результата, могут быть в толпе детей, которые ждут своих кумеров. В соревнованиях принимали участие школьники от 10 до 18 лет. Возраст, когда многие открывают для себя новые спортивные увлечения. Проект мини-футбол в школу призван не только объединить детей со всей страны, но и сделать этот вид спорта действительно массовым. Ну а дальше дело за спортивной инфраструктурой, благодаря которой юные футболисты смогут себя реализовать. Вы знаете, я с огромным удовольствием всегда приезжаю в Щелково. Мы познакомились с этим замечательным городом, когда проводили чемпионат здесь по футболу. Это был чемпионат мира среди девочек. И вот здесь построен был тогда стадион, он был реконструирован. И вот после этого, конечно, с огромным удовольствием приезжаю. И мы видим, что здесь такое спортивное ядро. Сейчас появился еще и ледовая арена. С действительно внушительным преимуществом счетом 4-1 получили чемпионский титул ребята из города Дегара, Северная Осетия. Нападающий Давид Губиев оформил хэт-трик в финальном матче и помог своей команде взять золото. Мечтает встретиться с кумирами футбольной командой Челси. И очень скоро ему представится такой шанс. Ведь главным призом соревнований станет поездка в лагерь чемпионов футбольного клуба Челси. В Челси бы хотел поиграть, получить опыт, постречаться с кумирами. Всего в лагерь чемпионов отправятся команды из 8 школ. Они завоевали золото в своих возрастных группах. Помимо ребят из Хабаровска и Дегары, чемпионский титул получили ученики школ Махачкалы, Самарской и Нижегородской областей, Оренбурга, Москвы и Воронежа. Александра Гранич, Александр Рожеский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».